дорогие друзья я вас очень сильно приветствую одесса мама любит вас большой привет из одессы сегодня будем готовить вкусный настоящий тыквенный суп суп пюре я кстати недавно смотрел аналитику заказов пользователей в отношении блюд и вот как-то на тыкву обращают не очень много внимания наверное потому что мы все в детстве прошли через тыквино рисовую молочную кашу которую большинство из нас не любили так вот на самом деле есть много интересных вкусных по-настоящему вкусных блюд из тыквы и вот одно из этих блюд мы сегодня приготовим и чтобы тыква удалась сегодня у нас на славу я спешу рассказать первый одесский анекдот телефонный звонок алло бене сыночек конечно ты уже взрослый и сделать так как говорит тебе внутренний голос идущий из телефона и чтобы мы были уверены что блюдо будет вкусно нам нужно будет взять один килограмм тыквы пол корня сельдерея 1 морковь пол корня петрушки 1 зеленый болгарский перец 1 репчатый лук 3 зубчика чеснока а также соль сахар оливкового масла холодного джима и пряности и мы сегодня таки научимся как вкусно готовить настоящий тыквенный суп пюре начнем из главного положительного героя это блюдо тыквы вот съедобная часть мякоть вместе семечками несъедобные кожица тоже несъедобно начинаем избавляться от несъедобной части изнутри обычная ложка выбираем отсюда мякоть и которые находятся внутри нужно полностью избавиться затем готовим тыкву снаружи есть такая овощерезка очень простая просто по периметру срезаем всю несъедобную часть делаем все чувством стол с расстановка и чувством выполненного долга этот глазик мы потом ножом берем тыкву у нас такая вообще красивая стала что у нас не делаем дальше разрезаем пополам нарезаем нагреваем духовку срезаем то что мы тогда не чистили и дальше нарезаем брусочками 2 на 3 сантиметра не отправляем на противень противень у нас уже подготовлен он застелен как вы догадались там где противень там будет духовка и правильно сделали пока мы нарезаем нагреваем духовку затем сверху мы наливаем около 50 миллилитров оливкового масла холодного сжима тыквы тыквы когда распарится начнет становиться готова она тут же на себя начинает впитывать вот идеальный вариант чтобы она впитала именно оливковое масло холодного джима и так рабочая температура духовки 160 170 градусов запекаем тыкву на протяжении 50 60 минут критерии готовности тыквы также как мы определяем готовность картофеля через час увидимся пока тыкву мы на час заняли в духовке мы зря не теряем время и разбираем разбираемся с другими овощами берем лучок делим пополам и нарезаем его это пол сантиметра на пол сантиметра пока мы кстати нарезаем лучок кладем на плиту сковородку добавляем 40 миллилитров рафинированно пацаны что маслом и масло нужно будет перекалить это то редкое блюдо когда лук можно резать совсем не миленько сейчас мы будем пассеровать и первое чего мы начинаем это слуха на тихом огне маслом перекалили буквально три-четыре минуты пассеруем лук и дальше буду более следующие ингредиенты каждую минуту перемешиваем все дела на тихом огне следующей на очереди у нас морковка берем морковку делим и делим и на три часа затем нарезаем и вдоль после этого обратите внимание вот этот волокна в эту сторону мы нарезаем соломкой волокнами вдоль то же самое с оставшейся частью морковки говорят что если нарезать волокнами вдоль остается больше витамина питательных веществ наверное это правда как вы думаете сейчас познакомим лучок который уже пассируется вместе с морковкой в гости клуб и пришла морковка следующий на очереди половина корня петрушки такой же принцип делим пополам то же самое как морковку через две минуты пришел корень петрушки даже всеми что перемешиваем представьте какая вот ядреная красивая смесь пальчики оближешь огонь можно сделать уже средний через три минуты к ним гости придет корень сельдерея теперь сельдерей обрадовался скоро он пойдет дружить с луком с морковкой и корнем петрушки хочу рассказать еще один классный одесский анекдот мама учит дочку целичка дорогая никогда не доводим уже до кипения а почему мама а то он может испариться так и пока мы нарезаем уже прошло около 25 минут тыкву нужно обязательно перемешать есть поменять верх но для равномерного запекания а вот и он родимый даже все перемешиваем вот как только нарезаем следующий градиент сразу закидываем в общую топку они тут уже между собой разберутся то с кем будет дружить кто как в последовательности будет жарить но и так далее болгарский перец не вообще все очень просто болгарский перец кожицы вниз нарезаем сантиметр на пол сантиметра какая-то спассировка идет а какой аромат боже мой как же приятно все пахнет это уже просто либо делать либо здесь присутствовать а теперь пришла очередь болгарского перца какая у нас сегодня компания можно хорошую настольную игру играть дальше накрываем крышкой делаем тихий огонь и пассируем все вместе около 12-15 минут и каждые 3-4 минуты перемешиваем за две минуты до окончания пассировки мы опять увидимся там вот один маленький но очень важный нюанс и раз жаль что этот аромат не впечатляет кота специалист по говядине мясной кот мясной кот едва пожаловал дорогой это мелко нашинкованный чеснок можем мелко мелко чем тоньше тем лучше все вместе перемешиваем по открытой крышкой буквально одну минуту после этого выключаем накрываем крышкой выносим холодную комнату и дать возможность полностью охладиться тыквы честно запекалась целый час духовке дошла до нужной кондиции что делаем с тыквой холодную комнату и даем возможность также охладиться должны подготовиться работе блендер друзья а теперь начинается самое интересное мы готовили готовили что тушили делали а сейчас будем собирать конструктор и готовить собственно тыквенный супер и все охладилась все что мы готовили охладилась до комната температуры липкого масла тоже все выливаем как понадобится следующие на очереди пассированные корнеплоды овощи время с этим удовольствием легко просто легко идут навстречу тыкве и шо вы думаете это все не предоставим слово блендер интересно что он скажет нам по этому по работе красота у нас готова обратить внимание пока пюре пока несу но уверяю вас концу суп будет и будет очень вкусно и так что мы добавляем очень хорошо со всеми этими ингредиентами сочетается мускатный орех где-то от шести до восьми щепоток очень хорошо сочетается красный красный перец чили любые любые горькие сорта начинайте с четырех щепоток зависимость его насколько вы любите острое можно доводить до до половины чайной ложки до ушки я добавлю половину чайной ложки такая просто красота было и добавляем имбирь либо есть два варианта либо добавить 40 грамм имбиря свежего честно говоря пробовал и свежий имбирь пробовал сухой сухой почему-то нравится больше поэтому я добавлю чайную ложку сухого имбиря до встречи на плите делаем тихий огонь и на это количество доливаем ровно один литр воды учитывая что здесь очень много овощей поэтому естественно не очень сладкие сахар это блюдо добавлять не будем я бы начал примерно с десерт на ложке соли а дальше по вкусу все это перемешиваем понемножку нам пюре нужно будет превратить суп пюре да не просто превратить а приготовить еще шедевр представьте себе если вы это сделать для вашей семьи они вообще ни за что не догадается что здесь есть тыкву настолько это все вкусно сока то все замечательно и прекрасно делаем больше огонь доводим до кипения постоянно помешивая пригорание нам здесь вообще ни к чему все у нас уже кипит дальше помешиваем один раз в минуту еще при тихом кипении даем томиться под открытой крышкой около семи восьми минут увидимся в финале друзья дорогие телезрители наступил самый настоящий момент истины все что мы с вами делали делали не зря и приготовили по-настоящему классный фантастический тыквенный супер я честно говоря не выдержал ответа уже одну тарелку перед тем как сейчас начать съемки и сразу после съемок чувствую что отведу еще одну дорогие друзья когда вам понравится рецепт ликвенного суп пюре обязательно поделитесь с ним с лучшими друзьями подругами знакомыми ставьте лайки подписывайтесь на канал одесской кухни берегите себя приятного аппетита всего самого хорошего пока